Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Питер Пауз Рубенс «Фламандская школа. Мадонна со святым Эдельфонсом». Алтарный триптих «Мадонна со святым Эдельфонсом», воспроизведенный в нашей гелиогравюре, всегда считался одним из самых великолепных произведений Рубенса. На этот складинг привыкли смотреть как на первую крупную работу, исполненную художником по его возвращению из Италии и свидетельствующую о том, как рано развился гений великого масти. Действительно, не только по композиции, но и по блестящему колориту, по теплоте тона и по свободе манеры письма этот складинг может быть причислен к лучшим из Рубенсовских созданий. Найденные в архивах документы доказывают, однако, что «Мадонна со святого Эдельфонса», которое было так трудно отнести к произведениям юности Эдельфонса, написано 20 годами позже, чем предполагали, а именно в 1630-1632 годах, то есть в самую блестящую пору Эдельфонса. Триптих был исполнен по заказу братства святого Эдельфонса и украшал собой главный алтарь – церкви святого Якова Кодунбергского в Брюсселе. Когда названное братство распалось, императрица Мария Терезия в 1776 году приобрела триптих для Вены за весьма высокую по тогдашнему времени сумму 40 тысяч гурденов. В средней части триптиха изображена Пресвятая Дева, сидящая на троне и вручающая коленопреклонному преднею святого Эдельфонсу священническое облачение, которое он благовейно целует. А над ним парят среди лучезарного облака ангелы. Один из них держит цветочный венок над небесной царицей. На боковых сторонах помещены фигуры заказчиков триптиха – эрцгерцога Альбрехта и его супруги Изабеллы Клары Евгении, стоящих на коленях перед аналоями и святых покровителей этой четы. Обратная сторона триптиха, который стоял так, что ее можно было видеть, была занята другой картиной, изображающей святое семейство с младенцем Иоанном Крестителем и его родителями. Большой эскиз передней стороны триптиха находится в Императорском Эрмитаже. Он разнится от триптиха тем, что боковые фигуры не отделены от среднего изображения, а также некоторыми деталями. Триптих в своем целом задуман чрезвычайно грандиозно. Изображенная сцена отличается большой торжественностью и искренностью выражения представленных фигур, их красивым расположением и благородством. Роскошные, сочно наложенные краски приведены в тонкую гармонию и сливаются в золотистом, солнечном общем тоне. Техническое исполнение при всей своей широте очень тщательно. Мадонну Святого Дельфонса относили к раннему периоду художника, вероятно потому, что в этой картине эрцгерцог Альбрехт изображен еще в полном свете лет, тогда как в 1630 году его уже давно не было в живых. Но святые, стоящие в подле эрцгерцога и эрцгерцогини, изображены в трауре. И уже это одно доказывает, что триптик написан не при жизни эрцгерцог. Другая композиция Рубенса, относящаяся также к 1630 годам и имеющая в планировке и даже в отдельных фигурах большое сходство с Мадонной Святого Дельфонса, устраняет всякое сомнение в том, что она написана именно в это время. Но вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции. Фотографюрах. Бодей Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok